кто побеждает страх и зло только добро свет и солнце сегодня у нас в эфире лена солнечная как победить страх лена здравствуйте здравствуйте расскажите очень рада всех видеть с прошедшими праздниками всех про страх конечно же это самое страшное что есть в нашей жизни конечно же мы хотим выйти или пройти сквозь страх и это наверное самая важная часть нашей жизни чтобы жить в радости и достоинстве ну и конечно же я приготовила презентацию которая поможет мне рассказать про страхи да про то как выйти из страхов и в предыдущий в предыдущем эфире я дава просила всех зрителей написать свои даты рождения для того чтобы дать предметный ответ а для наших зрителей вот сегодня я сделала выборку из многочисленных ваших информации под видео сделала аналитику и соответственно сегодня я сделаю выборку из самого популярного числа страхов которое было именно в эфире в прошлом да кто вот подписал а соответственно в следующих эфирах мы сделаем расшифровку других цифр последовательно потому что это достаточно большая информация и я хотела бы дать ее как можно развернуть и чтобы люди могли этим воспользоваться для себя могу начинать до ну что ж тогда поехали ну что ж самое важное в жизни каждого человека это все-таки преодоление собственного страха и трансформирование его во что-то вот во что мы будем трансформировать свой страх это а я говорила в предыдущей своей в своем видео если кто-то помнит о том что я говорила очень здорово давайте посмотрим свою цифру страха потому что в прошлом выпуске я давала как правильно считать свою цифру страха для того чтобы понять принять и соответственно дальше что-то с ней сделать давайте посмотрим мы выпишем дату рождения свою на листочке бумаги как вот предложено в моем варианте да и я не просто так взяла цифру 2 потому что из всего объема ваших писем и просьб посмотреть вашу дату рождения большее число было именно с цифрой 02 то есть числом даты рождения 02 именно по этой причине я начала именно с этого числа здесь мы видим одинарный страх основной который начинается с нуля 02 мы складываем 0 плюс 2 соответственно получаем цифру страха двойку и соответственно смотрим что ей к ней относится но у нас точно так же есть и люди у которых двойная цифра на двойное число рождения и это составляет сложно составной страх это люди которые пришли в отрабатывать так называемую свою карму и у них достаточно большой объем работы чем у тех людей которые пришли с одинарным страхом но и с одинарным страхом сейчас было бы большинство людей я сейчас покажу аналитику которую я сделал исходя из ваших сообщений значит 20 29 01 1960 мы считаем 2 плюс 9 складываем и получаем основной страх этих людей тоже цифра 2 потому что мы складываем сначала получаем 11 и следующим действием мы складываем 1 плюс 1 получаем двойку то есть в любом случае до 2 данных примера получает 1 сложный страх и основной именно двойку двигаемся дальше теперь смотрите а я проанализировала все даты рождения зрителей школы здравого смысла которые написали свои сообщения под моим первым видео всего было 373 даты рождения из них вот то что выделено розовым цветом цифра 2 одинарный основной страх и соответственно повторений этого этой даты рождения было 51 раз это больше всего из всех предложенных все даты рождения соответственно я выписала в две колонки до в два столбика соответственно с левой стороны у нас одинарный страх основной с правой стороны сложно составной и вот сегодня мы будем говорить только об одинарном страхе и разберем сегодня успеем разобрать именно тех у кого больше всего повторений это цифра 2 в остальных выпусках мы будем разбирать все остальные цифры соответственно сначала мы разберем через выпуск мы разберем все 1 1 одинарные основные страхи а через выпуск мы разберем сложно составные страхи и еще кое-что ну что ж двигаемся дальше значит предложенная вариант 1 это было для тех людей которые с аналитическим складом ума но есть люди которым нужно видеть картинки соответственно для того чтобы они понимали о чем я говорю я сделала точно такую же аналитику но в виде графиков и мы точно также видим розового цвета да с цифрой 2 двойки одинарный страх самое большое количество ну и соответственно мы смотрим по цифрам до примерно 2 и 1 примерно недалеко друг от друга ушли но и соответственно все остальные цифры смотрим дальше давайте разберемся ведь односложный вернее не односложно одинарный страх он начинается у нас цифры 0 и в своем предыдущем выпуске я давала информацию что означают страхи от 1 до 9 но а всегда возникает вопрос что означает цифра 0 и вообще есть ли страх в цифре 0 поэтому к следующему выпуску я вас попрошу написать комментариях ответ на этот вопрос если страх цифре 0 и что вы думаете находится под значением цифры 0 потому что смотрите когда мы смотрим однозначные основные одинарные страхи то соответственно у нас 0 либо до цифры либо соответственно после цифры например 10 это тоже одинарный страх да но ноль у него стоит уже после цифры и я бы хотела от вас поинтересоваться что в вашем представлении обозначает вот этот ноль до цифры и после цифры если в нем страх и что он себе несет потому что это тоже очень важно для того чтобы мы с вами рассмотрели многосложные страхи двигаемся дальше давайте посмотрим что из себя представляет страх страх это обратная сторона чего что находится за самим страхом и почему у страха девять цифр почему основных страхов девять и почему множество различных других страхов являются как дополнением основных страхов почему они копятся в нашей теле в нашей голове в наших действиях почему мы не можем их преодолеть потому что изначально вот их основное количество 9 заложено в нашей дате рождения в дате рождения которая отвечает за наш дух как с которым мы пришли сюда на землю ну и соответственно нам нужно первостепенно родиться то есть проявиться сквозь то есть пройти сквозь свой страх с которым мы пришли чтобы дальше с помощью нашего опыта двигаться в своем направлении непосредственно двигаясь к осмыслению своей жизни и выполняя предназначение своей жизни многие писали про предназначение но мы не можем все вместе в одном видео использовать как бы все знания да все вскоп поэтому про предназначение мы оставим еще на один выпуск для того чтобы у вас все-таки не была каша в голове а чтобы это было все постепенно и так 9 страхов а оборотная сторона чего и 9 страхов это оборотная сторона девяти наших достоинств это те сильные качества те сильные стороны наши которые человек по каким-то причинам не признает себе что связано именно с тем что человек их не признает это может быть момент рождения когда даже не момент рождения это может быть момент зачатия когда мы только зачинались у мамы и мама находилась в каких-то переживаниях тревоги или страхи или в сомнении и это заложилось уже на уровне плода соответственно этот страх уже будет на нас показывать определенное влияние помимо того с которым мы рождаемся который записан в нашей дате рождения именно в числе рождения и соответственно дальше в моменте родов записываются еще какие-то дополнительные страхи прохождение родовых путей про момент когда нас принимает акушерка на руки когда нас берет первый раз мама на руки папа на нас смотрит наши родственники почему многие люди не показывают своих младенцев до двух месяцев именно по той причине что страхи других людей могут наложить отпечаток на младенца но и соответственно вписаться в его программу жизненную и каким-то образом помешать ему на пути поэтому момент очень важный это дата рождения и сегодня мы соответственно посмотрим с вами что такое себя представляет страх ведь процесс ради процесса то есть когда мы рождаемся сейчас я представила рисунок на котором видно да что человек перевернут вниз головой и когда происходит момент рождения или когда мы находимся в страхе но в своем страхе да то соответственно наша голова повернута вниз в информацию или в осознанность в иллюзии в сон в кино в свое представление о мире а то как ожидание с которым мы идем соответственно в мир и соответственно наш момент вот такой вот когда мы проявляемся на свет да то у нас вот это ожидание она соответственно срабатывает мы что-то ловим в этот момент соответственно в этот момент у нас проходит просто процесс который идет ради процесса ради рождения и поэтому когда мы находимся в страхе это на самом деле готовность к настоящей жизни то есть мы готовимся мы находимся в процессе начать свою новую жизнь и как только мы проходим сквозь страх да когда мы проходим родовые пути то как раз в момент когда это все происходит 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 хаос и очень важно чтобы этим хаосом умели управлять те кто находится рядом соответственно те кто помогают в этот момент родиться человеку но когда это происходит в жизни мы уже идем с каким-то бэкграундом да и с какими-то страхами которые уже заложились нашей системе но родившись здесь мы не родились духовно то есть получается что момент рождения у нас так и не произошел или мы пытались выйти сквозь свой страх но что-то помешало нам какая-то иллюзия какая-то чужая картина мира какое-то предположение другого человека и соответственно мы словили какую-то иллюзию картинку да в которую мы попали и мы не можем из нее выбраться это так называемая как я всегда это говорю предательство себя то есть мы внутрь внимание наше было направлено не внутрь себя в этот момент а наружу то есть на тех людей которые нас ожидали соответственно когда у нас проявляется страх первое что мы боимся это показаться некомпетентным или показаться слабым бессильным для других людей или безвольным и соответственно этот момент и есть что внутри себя я предаю себя потому что у меня нету веры в себя и я соответственно не готов признаться что я эксперт или что я могу что-то сделать что у меня есть такая-то возможность которую я могу показать себе и предоставить миру и если происходит в этот момент сомнения то человек соответственно попадает вот в этот капкан страха который захлопывается и человек знает даже о своих возможностях достоинствах но когда его остановил кто-то со стороны сказал какое-то грубое слово или просто какое-то свое оценочное суждение выдал в этот момент она просто схлопнула нашу возможность то есть мы ее не смогли в этот момент проявить и теперь мы боимся проявить эту возможность в любой момент времени как только подходим к этой черте а ведь получается что в своей жизни у нас есть определенный порядок действий и шагов которые мы должны сделать которые мы должны осуществить своей жизни чтобы выполнить свое предназначение и это конкретно 9 определенных отрезков наших жизненного пути который повторяется время от времени ставит перед нами определенные задачи которые мы должны выполнить или например оттренировать какой-то навык ну и соответственно как только мы приближаемся опять к проявлению этих возможностей у нас опять начинается внутреннее замыкание нашей системы и мы вместо того чтобы проявиться мы организовываем типа процесс ради процесса мы что-то делаем но наша задача не получить результат а просто сделать это действие не привязывая его к результату поэтому страх это именно процесс ради процесса где у нас основным источником исходит хаос это то в чем мы находимся в момент времени то есть у нас идет спутанность сознания мы невнятно говорим мы очень сильно переживаем нас захлестывают эмоции мы не можем собраться таким образом мы начинаем проявлять не свои лучшие качества не свои возможности а соответственно проявлять токсичность то есть мы начинаем показывать что вот как раненое животное до которая показывает что у меня рано не подходи убью да я буду защищаться поэтому токсичность это защита человека потому что у него что-то очень сильно болит а это именно и есть количество объем страха которым человек находится и чем больше этот объем то есть от 1 до 9 до если мы меряем то соответственно токсичность токсичность наша вырастает если у нас например страхов например до 5 мы не совсем токсичный да мы неприятны людям да мы можем как-то себя проявлять неоднозначно нас могут любить не любить но в принципе как-то худо-бедно но мы двигаемся но если у нас страхов больше 6 а это и более 6 до 6 и более 6 то тогда у нас это проявляется в токсичности то есть мы начинаем эти страхи сразу демонстрировать мол говоря другим людям что сюда не ходи здесь меня не трогай у меня здесь болит и мы соответственно начинаем защищаться таким образом мы находимся и создаем себе одиночество и невозможность других людей даже оказать нам помощь или просто выступить в поддержку быть другом потому что мы просто не допускаем даже возможности чтобы люди вокруг нас появились потому что когда что-либо болит когда в чем-то мы не уверены то пока мы сами с собой не договоримся это никаким образом не покуда не денется мы просто будем максимально завалировать это качество да и мы будем создавать любой кино любую ширму любую иллюзию даже больше спать вот кстати говоря заметьте что те люди которые больше находятся в страхе у них сон достаточно продолжительное время и они вообще могут спать даже днем по нескольку раз потому что это такой способ но скажем так уйти в себя и через сон свой хотя бы попробовать поработать с этими страхами и просто столкнуться с ними в лицо почему у нас например вот таких людей снятся ужасные сны да и какие-то кошмары потому что наша задача пройти сквозь но мы даже во сне не можем это пройти пройти и просыпаясь еще и попадаем в панические атаки это уже следствие того что мы не проходим этот страх и отказываемся от его решения от того чтобы двинуться в его сторону поэтому одиночество это еще один признак в которой который говорит о том что человек находится в страхе посмотрите какое количество сейчас людей одиночек у которых нет семей у которых нету друзей которые не знают куда себя применить которые ищут какие-то марафоны какие-то чему-то учатся но они все время одни они не могут это даже обучаясь чему-то они не могут это применить в жизни и это говорит о том что точно так же человек находится в страхе и еще такой момент бездействия то есть даже когда человек обучился когда он получил информацию когда он даже понял что у него болит но он продолжает даже вот он мог сходить к врачу ему врач мог выписать таблетки а человек не может их принять и вот это бездействие это так называемый саботаж который начинает вовсю фигурировать в нашем теле у нас это отражается в мышцах костях мы не можем ходить мы не можем нормально двигаться соответственно у нас идет обездвиживание бездействие и соответственно из-за этого мы находимся в депрессии а теперь смотрите видите человек у нас вниз головой стрелочка у нас наверх и стрелочка говорит о том что действие ты находятся все верху будущее у нас находится в верху а если мы находимся в страхе значит мы живем прошлом значит нас наша жизнь не выпускает из капкана пока мы не решим ту не сделаем работу над ошибками именно в том месте где мы отвернулись испугались и не стали идти до конца и чтобы нам двинуться дальше нам нужно четко определиться что хотим ли мы проснуться потому что в этом состоянии сейчас живет практически 80 а то и 90 процентов населения она спит то есть получается что мы вроде как живем мы вроде как делаем что-то кушаем куда-то ходим но это процесс всего лишь ради процесса он не создает никакую дополнительную прибыль он не создает какие-то новые качества он нас держит в иллюзии и то есть мы создаем продукты которые нас также и продолжают удерживать в иллюзиях и мы не можем сдвинуться с места давайте смотреть что же приведет нас к другому состоянию и смотрите тут самое важное это перейти в свое достоинство и первое с чего я вам советую начать первое это все-таки выписать свои страхи те которые действительно вы испытываете потому что когда вы выписываете их на листочек бумаги не на телефон а именно на листок бумаги то тогда эти страхи уже перестают находиться и жить в вашем теле они перестают они переходят на бумагу соответственно они вам фигурируют но они уже так сильно не болят поэтому важно очень выписать сначала все свои страхи а я даже советую так что когда люди начинают писать страхи они даже начать не могут и самый сильный страх они даже не выписывают они выписывают какую-то фигню а только потом доходит что у них страх совершенно другой поэтому мой вам совет возьмите листочки бумаги и выпишите свой страх выписываете его в течение месяца просто какие-то события ловите себя на том чего вы испугались данный момент где вы отвернулись от себя где вы опять сделали действие ради действия и вот тогда записывайте за собой здесь тогда у вас в голове возникнет хотя бы некая структура которая вас может привести к порядку и соответственно ваше второе действие это положить себе второй листочек где четко выписать какие достоинствами вы обладали с детства вот когда вы родились что вас говорили родители что вас говорили другие люди как на вас реагировала общественность да на ваше появление на свет вы запишите о себе то что вы считаете для вас является достоинством да что такое может быть достоинством даже если вы умеете оценивать красоту просто смотря на природу трогая листочки вдыхая свежие запахи или какие-то смотря на небо и вы можете четко это описать стихотворение или проспеть песенку или просто выдушевиться суметь словить словить вот это состояние воодушевления вот там где вы славливаете это состояние воодушевления и есть ваше достоинство выпишите себе эти состояния которые с детства вы помните если то что не помните спросить у своих родных и соответственно это даст вам некий порядок о том что чем чем вы обладаете то есть какими возможностями обладаете вы самого рождения и тогда очень важно будет что вы будете делать процесс то есть выписывать страхи и выписывать свои достоинства для того чтобы изменить свое состояние то есть не просто ради процесса выписывания этой информации а для того чтобы этот процесс перевернуть в результат и именно это и будет возможностью чтобы это осуществилось а вот чтобы как это осуществилось с помощью каких инструментов это осуществлялось вот здесь мы уже прибегнем к цифрам которые отвечают за конкретные действия и помогают нам сфокусировать внимание давайте еще раз здесь я остановлюсь поподробнее вот по поводу достоинства да что здесь по достоинству самое главное это порядок и последовательность действий ваших то есть что вы делаете шагом 1 шагом 2 шагом 3 шагом 4 так до 9 соответственно это экологичность потому что когда вы делаете первый шаг да то там очень есть большое внимание что когда вы его сделали даже если сделав неправильно что вы делаете потом и здесь идет проверка на экологичность поэтому здесь очень важно это экологичность а третий момент это социальность что мой шаг может принести другим то есть если я сегодня буду рассматривать соответственно цифру 2 она дает нам как раз вот эту как бы сказать проверку на экологичность это самое важное сейчас в мире проверка на экологичность потому что если мы проходим эту проверку на экологичность тогда у нас есть возможность оставаться в жизни и перевернуться из страха в достоинство а если у нас этого нету то соответственно мы не сможем перевернуться мы наоборот будем выплескивать свой негатив мы будем соответственно выплескивать эту токсичность и ничем дело не кончится хорошим мы просто потеряем свои жизни поэтому здесь очень важно вот эта экологичность о которой мы сегодня как раз и поговорим это то что принадлежит цифре 2 который мы сегодня будем разбирать и еще другой момент социальность социальность это соответственно очень важно как то что я делаю как то что экологичное я совершил для своей собственной жизни как это может быть полезным для тех кто окружает меня поэтому социальность именно заключается в том как это может быть полезным для других не только для меня но и для других а дальше соответственно я полностью формирую свои действия после трех до после трех шагов действий я расписываю что будет шагом 4 что будет шагом 5 что будет 6 и так далее и соответственно как только я получаю пятый шаг у меня соответственно на пятом шагу возникает вдохновение то есть я понимаю вот оно я вот это хочу как раз и у нас поднимается эмоциональный поток сил желаний действий когда мы действительно можем двигаться вперед смотрите получается что когда мы в сотворчестве находимся с богом то в этом случае мы находимся в достоинстве самими собой и здесь у нас есть и порядок и экологичность и социальность и действие и вдохновение а когда мы находимся в иллюзии в своей то есть нам кажется что мы добрые что мы слишком отзывчивые что мы слишком трепетные что мы слишком любящий и где идет вот этот понимание слишком и когда мы с претензии к миру что другие к нам слишком жестокий слишком невнимательны вот здесь и кроется иллюзия и все что связано с иллюзии смотрите смотрим дальше связано как раз со словом надежда потому что когда человек не находится в сотворчестве с творцом да если самим собой когда он не признает себя частичкой бога да и они находятся в потоке божественной энергии себя и единого пространства то получается он надеется что он когда-нибудь в этот поток попадет и в его лексиконе будет очень часто встречаться слова я надеюсь может быть когда-нибудь может быть завтра несоответственно ну как же быть в этом случае что же делать когда у нас в лексиконе начинают попадаться эти слова вот здесь наша задача всего лишь навсего осознанно и неосознанно на первом на первых порах это понять и принять то что я не нахожусь вере не в себя не в других людей не в то что я могу сделать шаг что у меня очень сырая вера то есть я не могу не поверить в себя что я мальчик или девочка что я могу что я обладаю силой что у меня есть возможности а здесь получается что я все время надеюсь на кого-то что кто-то мне предоставит эту возможность потому что я бедные несчастные мне не повезло в этой жизни и соответственно получается что потери этой веры и приводит к тому что мы начинаем попадать в иллюзию а в иллюзии соответственно мы пользуемся только тем что мы надеемся на других мы не надеемся на себя но и соответственно мы не можем проявлять любовь потому что проявление соответственно любви это и есть осознанность осознанные действия направлены в сторону себя и соответственно пространство в котором мы живем в сторону божественной энергии да куда мы после своей жизни соответственно двинемся следующим следующим своим шагом соответственно когда мы принимаем и понимаем что с нами происходит а это происходит именно тогда когда мы для себя выписываем на листок бумаги о своих страхах да и достоинствах и по и понаблюдайте вот когда вы это выпишите что будет с вами происходить и когда вы будете дописывать каждый день до в течение месяца и страхи и достоинства свои до которые будете собирать со своего окружения то вы увидите как будет меняться уже ваш мир и где будет находиться фокус внимания потому что там где наш фокус внимания там и есть наша жизнь поэтому наша задача сфокусироваться в этот момент чтобы выйти из иллюзии на себе на своих чувствах на своих мыслях на своих логических смыслах на осознанно четко формулировать каждое свое слово и если что-то не получается выписывать их несколько по нескольку раз да правильно формулируя то что мы хотим донести до других и таким образом наш мозг начинает четко фокусироваться на этом здесь получается наша осознанность применять уже какие-то действия и мы начинаем потихонечку акцентировать на то что о а я оказывается дружелюбный ага а как же мне открыть это качество вот это дружелюбие оказывается я сильный а почему же я сейчас силу не применяю и вы начинаете на этой стадии задавать себе вопрос а куда же у меня это все делось и получается таким образом что понять свой страх это соответственно выписать его как бы по порядку да можно потом его сформулировать от на от самого сильного страха до самого меньшего или наоборот ранжировать как вы хотите но и соответственно когда мы понимаем страх тогда мы понимаем что есть обратная сторона помните да то что я говорила что у каждого страха есть достоинство и тогда мы можем найти то достоинство которое относится к этому страху и вот здесь как раз мы происходим к действию который мы и должны в первую очередь осуществить так но как говорится чтобы перейти к действию мы должны начать с искусства маленьких шагов а маленькие шаги мы делаем тогда когда мы выписываем это на бумагу соответственно когда мы действуем мы начинаем с помощью этих действий принимать себя и вот что же у нас за двойкой помните да я говорила о том что мы будем разбирать сегодня именно цифру 2 потому что это самое большое большое количество людей у которых которые смотрят канал школу здравого смысла и которых волнует то что происходит в мире волнует что происходит собой есть определенная сфера недоверие видите да под двойкой у меня написано страх быть кем-то обманутым и тут самый большой момент аудитории да которая смотрит этот канал это как раз страх быть кем-то обманутым но это не только кем-то это быть обманутым и собой в том числе и это и есть предательство помните да это даже в библии да где у нас идет адам и ева которые прикоснулись до к яблоку до которое было запрещено предательство то есть сказав что ну как бы дав слова до нарушили это слово это как раз вот о том и говорится что самый большой грех это предать себя поэтому здесь нам нужно разобраться где же когда же мы предали себя почему это случилось и как это проявляется а вот как раз проявляется видите стрелочкой в розовый квадрат до наш это недоверие к себе и к окружающим то есть нету четкого понимания человек все время находится в сомнении и это симптом то как этот страх проявляется то есть человек на не может определиться он мальчик или девочка он чувствует или он логически важно понимает да или он обращает внимание на последовательность действий следит ли он за порядком что он делает для себя то есть здесь основной момент что этот человек начал делать для себя каким образом он принял себя себя как ну как бы как логическую единицу или эмоциональную единицу потому что разделение нас на мальчиков и на девочек это и есть как раз разделение на логическую или последовательную последовательность действий и соответственно эмоциональную но в эмоциональной сфере там тоже есть своя последовательность но она очень сильно отличается от логической последовательности поэтому вот здесь самое важное это сначала принять я как должен действовать как мальчик или как девочка я кем родился почему у нас такое количество ну скажем так детей наших да которые сейчас не могут принять свою идентичность а никто мальчики или девочки многие вообще говорят про себя она это потому что сейчас большое количество людей находится именно в предательстве себя как личности как как сотворца как человека который имеет право верить в себя и в бога и в пространство и в людей и а самое главное что вот это недоверие наша задача перевести в рациональное доверие себе и людям а вот как это сделать и вот всегда вопрос заключается но как это мы все прекрасно понимаем что вы сейчас говорите а с чего же нужно начать и вот здесь самое интересное перед началом действий сделайте шаг назад то есть самое главное правило для цифры 2 когда вам все говорят беги за мной я покажу тебе дорогу я знаю куда идти вы слушаете экспертов которые вам говорят куда конкретно идти ваша задача остановиться не начинать ваши действия вперед ваша задача сделать действие назад как бы отодвинуться как делаю я сейчас отодвинуться назад и посмотреть с этого ракурса на то куда вам предлагают бежать или совершать свое действие или направлять свое внимание потому что с этого ракурса ваше состояние то есть у вас получается если давайте еще раз вернемся если вы находитесь страхах это значит что вы находитесь в шорох если на вас шоры то вы не можете посмотреть что находится по сторонам потому что просто тупо страшно а если соответственно мы хотим выйти из этого страха то если мы двинемся назад то смотрите что происходит мы сдвигаемся назад шоры страх остается а мы-то с другой позиции мы теперь видим страх который перед собой и теперь мы сделав свое собственное достоинство отпустив ситуацию и соответственно признав что здесь я не знаю что сделать мне нужно подумать мне нужно поразмыслить лишний раз и как в сказках наших русских говорилось что иван царевич да прежде чем что-то сделать он он спал он брал время на то чтобы утро вечера мудреней чтобы утром принять решение потому что вот этот промежуток который он берет как делая шаг назад он поспит соответственно что-то ему придет еще через сна через сон и таким образом смотрите что происходит вот он у нас страх который остался перед нами как шоры мы смотрим со стороны мы теперь видим у нас обзор гораздо больше и таким образом мы осматриваемся мы можем увидеть гораздо шире то что происходит вокруг нас наша задача не ужасаться тому что вы видите не ужасаться тому что вы слышите от разных экспертов от разных людей от мнения этих людей ваша задача посмотреть осмотреться принять все к сведению и вторым шагом если вы не готовы двигаться вот с этого момента возьмите и спросите у двух трех людей которые находятся в таком же состоянии а может быть кто-то находится в другом состоянии и ваша задача взять нескольких людей находящихся и в вашем состоянии состоянии и в другом состоянии и в непонятном для вас состоянии то есть три разных вида и соответственно спросить у них сначала не совета а то как они смотрят на ту же ситуацию куда вам предлагают бежать или что вам предлагают сделать и когда вы получите аналитику да как таковую соберете данные не только свои но и чужие у вас будет уже хотя бы то из чего вы можете выбирать и у вас тогда кругозор ваш станет шире таким образом ваш страх который был у вас как шоры он расширяется и получается у вас фокус внимания попадает фокус внимания гораздо больше чем то что вы видели изначально и здесь самое главное правило посмотреть а что же касается меня где мой комфорт где находится то что меня что мне нужно мне лично нужно в том куда я собрался бежать что я хочу от того направления куда я бегу что для меня важно и ценно там где я себя буду чувствовать комфортно безопасно и давайте скажем как у нас сейчас принято выгодно да в какой-то степени потому что выгоды у нас практически никакой нет то есть мы живем и выживаем сейчас в настоящее время и поэтому нам нужно хоть чуточку но взять себе для того чтобы скопить силы чтобы мы могли двигаться вместе со всеми потому что если мы здесь с вами на этом шаге да вот для цифры 2 у кого страх двойки да если мы здесь ошибемся и выберем комфорт других людей мы опять предали себя и тогда мы обратно с вами вернемся вот в это состояние мы опять попадем в иллюзию и мы будем опять говорить что опять нас привели не туда да потому что мы себя опять на этом шагу предали потому что мы опять сделали процесс ради процесса они ради результата а ведь результатом для двойки до является именно комфорт комфорт а для мужчины для двойки является комфортное применение силы то есть где я буду себя чувствовать сильным то есть если для женщины комфорт это эмоциональный комфорт что я буду там в безопасности то для мужчины где-то . куда мне предлагают бежать и если она там где я обрету свою собственную силу и вот когда двойка делает шаг назад и смотрит в этот момент на а у него расширяется обзор его задача сконцентрировать свое внимание на том что нужно для его тела где любовь его тело где у него дефицит что ему нужно и вот этот дефицит получается что он видит там куда ему бежать и если он бежит с какой-то группой людей да или просто он находится в каком-то конкретном контексте выполнения задачи на работе да то и для него самое главное это да идти со всеми вместе но первую цель которую он преследует он организовывает комфорт для себя а если он этот комфорт организовал для себя то тогда он может понять что нужно и что может быть комфортным для той группы с которой он идет и тогда он ей может быть полезен и вот тогда возникает ситуация что мы находим дружбу мы мы позволяем другим людям прийти в нашу жизнь мы позволяем любви зайти в нашу жизнь мы позволяем быть себе не одними и у нас возникает вот это рациональное доверие но первое оно возникает к себе я молодец я смог даже путем того что сделал шаг назад даже проиграв выиграть и вот здесь самое главное правило сделай шаг назад проиграй на этом этапе сделай вид что ты проиграешь посмотри в чем ты сам нуждаешься в данный момент для комфорта для того чтобы оттолкнуться от комфорта своего предоставить этот комфорт для других потому что если например мы с вами не поедим и побежим там заниматься спортом да мы в итоге упадем в обморок и и таким образом подставим всю свою команду потому что все надеются друг на друга дам все сплоченно двигаются к цели а получается что я не удовлетворил свои потребности и тем самым подвел всю команду именно по этой причине у нас и возникает это недоверие потому что это происходит и происходит в нашей жизни так вот действия вашей еще раз обращаю внимание это перед началом любого действия остановитесь остановитесь даже если вам говорят что ты что-то не успеешь ты опоздаешь остановитесь делайте шаг назад осмотритесь где вы где все остальные есть ли там куда вам предлагают двигаться тот комфорт который вам нужен прямо сейчас это не значит что дома машины квартир нет комфорт внутренний который вам нужно сейчас для вашего тела потому что первое что мы должны держать для того чтобы быть в соответствии с собой это держать комфорт своего тела и этот год он очень важен для нас гармония нашего тела первостепенно а вот дальше спросить что думают об этом люди сделать свою оценку принять к сведению и начать к себе доверять и доверять другим людям вот так это происходит с цифрой 2 я кстати говоря приготовила прогноз который говорит о этом годе который очень важен с точки зрения гармонии и наша задача для каждой цифры найти свою гармонию и а для специальной школы здравоохранения смысла я приготовила спецпредложения которые вы можете сейчас найти на экране до персональный прогноз для каждого с теми инструментами который поможет вам преодолеть этот год чтобы быть в гармонии и выйти из страха я уже буду заканчивать свой эфир на сегодня потому что достаточно много информации и хочу сказать еще раз что книжка которая вышла сейчас с издательством а ст это нумерология женская мудрость на каждый день она как раз и дает создает фокус внимания для человека чтобы ежедневно преодолевать свой страх непосредственно не тот который у нас заложен в нашей системе через дату рождения а то что несет в себе природа в данный момент времени и что она от нас просит для нее не только же мы должны для себя мы же должны как я говорила доверие себе но через себя мы даем доверие природе и людям поэтому вот эта книжка она помогает вам приняв свое до поделиться этим с миром и соответственно реализовать тебя себя и тогда дать возможность и заработать и быть в энергетическом потенциале и позволить себе быть сильным быть энергетичным быть коммуникабельным потому что двойка отвечает у нас за коммуникабельность ваша задача как можно больше общаться и создавать вот это понимание себя и мира через общение чем больше ваш у вас в жизни общение тем лучше соответственно вы себя чувствуете и тем быстрее вы выйдете из страха но еще раз я попрошу вас поставить в комментариях плюсик если вы хотите продолжение да по поводу сложно составных страхов как они работают потому что сейчас я взяла только один страх а соответственно у нас в дате рождения могут быть до трех страхов соответственно две цифры они уже дают одна вторая цифра плюс когда мы складываем получается третье получается три страха то есть смотрите насколько это может быть важным для вас да и напишите пожалуйста ответьте на вопрос если страх цифре 0 ну что ж александр горунович я на сегодня практически закончила выключаем к презентацию до выключая презентацию спасибо большое 2020 год получается там сплошные двойки да такой да у нас как раз да получается что у нас именно дата есть еще феврале которая будет знаковой от которой начнется этот переворот системы и страха в достоинство либо его не произойдет поэтому это очень важно для того что вот то что мы сегодня говорили про двойку да чтобы вот это предательство себя чтобы простить себя за это предательство которое мы когда-то сделали и принять другую сторону и пойти в нужное направление тогда мы можем соответственно спастись спасибо лена спасибо всего вам доброго к сожалению эфир заканчивается не знаю может владимир викторович хочет что добавить или спросить что-то я буквально 30 секунд хочу добавить следующее что любой страх выполняет защитную функцию это первое и второе не не ставьте себе задачу избавиться от страха потому что это невозможно задачу нужно формулировать перед собой следующим образом научиться жить со страхами я все да научиться жить со страхами страх это для развития то есть его не бояться а его проходить осознавать и проходить сквозь него потому что тут вот когда мы просто время в эфире закончился следующее спасибо лена большое спасибо